Если вы человек, у которого очень напряженное и амбициозное расписание, то вполне возможно, что вам знаком глагол «перегореть». Тем более, что вы смотрите видео «Что делать, если перегорел?». Но что значит «перегореть»? Да, это почти идеальная серия гонок, которая в свое время сожрала много свободных часов, но также изнуряющие состояния, в котором вы точно не хотите быть. Если говорить терминами, Дэвид Баллард из Американской Ассоциации Психологов определил это как длительный период времени, при котором человек испытывает истощение и отсутствие интереса к чему-либо, результат которого снижение эффективности труда. Замените трудное обучение, и все встанет на свои места. Но вот более удобное определение. Ты устал от всего, тебе плевать на всех, и все вокруг — отстой. Это почти постоянное истощение, отсутствие мотивации во всем, фрустрация, цинизм и еще куча разных симптомов. Такое случается, когда вы справляетесь с большим количеством стресса длительное время, что, к сожалению, не в новинку для студента. Но вот в чем штука. Чтобы перегореть, нужно много времени. Такое не случается за ночь. Это хорошо, потому что можно выявить признаки этого дела и предотвратить настоящую катастрофу до того, как она случится. Первый совет, чтобы предотвратить выгорание — понять, в чем его причина. В 2006-м ребята из университета в Южном Мэнне опросили 354 студента, чтобы понять, в чем же причина истощения. Кто-то указал причиной духовные или физические проблемы. Кто-то сказал, что причиной тому были их профессора. 13% сказали, что это был недостаток личной мотивации, интереса к специальности или, как они писали, чрезмерно активная жизнь. Почти четверть студентов указало, что сторонние проблемы слишком мешали, будь то семейные или финансовые, плохая организация времени, в основном из-за подработки. Но самой главной причиной оказалась перегрузка учебными заданиями. Почти половина из тех, кто перегорел, сказали, что причиной тому являлся перегруженный и очень сложный учебный план. Теперь, когда мы знаем основные причины истощения, можно начать предотвращать его или выбираться оттуда, если дело зашло далеко. Хочу заметить важную вещь. Нужно быстро находить ранние признаки истощения, если можете и пресекать беду до того, как она случится. Это будет сделать куда проще, если вас не тормозит довесок извечной усталости и депресника. Так что, если чувствуете, что вы на пути к истощению, или у вас есть симптомы, что я сказал раньше, относитесь к этому серьезно и пресекайте их на корню. Но даже если вы уже чувствуете, что полностью сгорели, те советы, о которых я сегодня расскажу, могут вам помочь. В первую очередь, учитесь у той половины. Не кусайте больше, чем можете съесть, когда учитесь. Другими словами, дважды и трижды подумайте, прежде чем браться за что-то трудное надолго. Бросайте себе вызов, но помните, что у вас, как и у всех нас, есть предел возможностей. И если насиловать этот предел слишком долго, будут последствия. Если вы читали мою книгу о том, как лучше учиться, то знайте, что я пересказал первый совет из первой главы, не перегружая систему. Кстати говоря о ней, второй совет, убедитесь, что ваша система, мозг и тело, находятся в рабочем состоянии. Недостаток сна, еды и упражнений может больно по вам ударить. И если это случится, вам будет сложно разрешать проблемы с учебой и бороться с перенапряжением. Третий совет, организуйте себя. Я лично для себя понял, что когда я не организован, когда в моих ежедневниках слишком много заданий, которые уже не нужны, это вгоняет меня в стресс и риск перегореть. Если у вас то же самое, то выделите день или два, протистите все ежедневники, уберите лишнюю энтропию, приберитесь в комнате и убедитесь, что ваша жизнь организована. Другой совет, очень, кстати, важный. Обязательно делайте себе перерывы. Регулярно отвлекайтесь от школы или работы и давайте себе время на отдых. Как я говорил в прошлом видео, во время этих перерывов нужно хорошенько повеселиться. Не сидите на реддите и фейсбуке 10 минут, чтобы потом дальше пахать. Запланируйте время, чтобы полностью отдалиться от работы и делайте то, что нравится. Нужно также сделать это время священным, чтобы работа или школа не могли проникать туда вообще. Как предприниматель я понял, что моя почта может залезть на время перерыва. Поэтому я отключаю на телефоне все уведомления и проверяю почту в определенное время дня. Только так я могу полностью расслабиться. И да, маленькие переменки всегда должны быть в расписании. Нужно каждый день отдыхать понемногу, а каждую неделю давать себе полностью расслабиться. Но порой этого недостаточно и нужен перерыв подольше. Одной из причин моего отпуска в Японии было то, что я чувствовал ранние признаки истощения. Целое видео и 4 эпизода подкаста в неделю начали утомлять, и мне нужно было время расслабиться и не работать. После отпуска мой мозг отдохнул, я опять заряжен и опять готов клепать видео с подкастами. И говоря о перерывах, я думаю, что полезно иметь хобби, при занятии которым вы чувствуете прогресс. Для меня просто сидеть и поглощать стороннюю инфу, то есть смотреть фильмы и играть в игры, чем занимается большинство, недостаточно. Вместо этого я занимаюсь теми штуками, в которых виден наглядный прогресс. И последний совет. Просто попросите помощи. Вы не должны делать это в одиночку. Если вы в колледже, то в кампусе есть тот, чья работа как раз заключается в том, чтобы помочь справляться со стрессом. Даже если таких нет, или вы не хотите идти к ним, разговор с друзьями и семьей на эту тему точно облегчит вашу долю. Вот и все на сегодня. Надеюсь, это поможет вам справиться с истощением, если вы его чувствуете. В будущем я буду разбирать больше тем, связанных со стрессом. Если у вас есть другие советы о том, как не перегореть, о которых я не сказал сегодня, обязательно пишите их в комментариях. Увидимся на следующей неделе. Привет, спасибо за просмотр моего видео про истощение. Если хочешь новое видео каждую неделю о том, как лучше учиться, то кликай вон ту красную и большую кнопку подписаться. Если хочешь, то можешь взять мою бесплатную книгу о том, как улучшить оценки, просто щелкни на ее картинку. Если хочешь найти ссылки на все, о чем я говорил в видео, и больше, то переходи в специальный блог, кликнув на оранжевое лого вот там. Если пропустил прошлое видео, где я подвел итоги челленджа по изучению японского, кликай по ссылке, чтобы посмотреть. И если хочешь связаться со мной, задать вопрос или предложить идею для видео, найди меня в Твиттере, как Тома Фрэнкли, или оставь комментарий внизу. Спасибо! Спасибо!